Я приветствую всех зрителей Универньюз с главными новостями. К этой минуте познакомлю вас я, Анна Глазунова. Так, сегодня в выпуске. Визит ректора КФУ в Японию включил в себя такие важные мероприятия, как открытие форума для видных ученых со всего мира, посещение научного кампуса по исследованиям науки о жизни, подписание нового меморандума и еще многое другое. С подробностями познакомит Аделья Шамилова. Ректор КФУ в составе делегации, возглавляемой президентом Республики Татарстана Рустамом Минихановым, принял участие в открытии международного форума наук и технологий в обществе, проходящего в Японии. Ежегодное мероприятие уже второе десятилетие собирает самых видных ученых, общественных и политических деятелей со всего мира для обсуждения проблем человечества. Во время делового визита в Японию ректор КФУ встретился с легендарным экс-президентом Рикен, профессором Риоджи Найори, и обсудил динамику развития научно-исследовательских программ университета. Как президент Ямазаки сказал, у нас получается очень хорошее сотрудничество между нашим университетом, университетом Канадзавы и исследовательским центром Рикен. Мы работаем по принципу взаимодополнения друг к другу. Ничего так близко не связывает, как взаимные интересы. Стоит отметить, Рикен является стратегическим партнером Казанского университета в Японии. Именно поэтому каждый визит Ильшата Гафурова в Японию не обходится без посещения научных кампусов и исследовательского института. Кроме того, запущенное исследование в области науки о жизни, как оспаривающий проект старению, является одинаково актуальным для Казанского университета. Таким образом, стратегическое партнерство, о котором неоднократно говорили, реализуется КФУ и Рикен путем создания зеркальных лабораторий, сразу в нескольких областях, от физики до медицины. Уже на следующий день в присутствии президента Татарстана Рустама Мениханова ректорами Казанского федерального и Канадзавского университетов был подписан меморандум о системе двойных дипломов. Сразу после церемонии подписания ректор КФУ и ректор университета Канадзавы посадили Сакуру в парке Японского вуза. Визит делегации Казанского университета во главе с ректором продлится до конца недели. Аделя Шамилова, Универньюз. В субботу, 6 октября, состоялась череда торжественных мероприятий в честь Дня учителя. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов наградил лучших учителей, директоров школ и призеров Олимпиад. Участие в мероприятиях приняли представители лицеев КФУ. Президент Татарстана Рустам Мениханов встретился с восьмью победителями международных Олимпиад, их родителями и преподавателями. Среди участников встречи были и представители лицея имени Николая Ивановича Лобачевского и IT-лицея КФУ. В завершении встречи Рустам Мениханов вручил родителями-педагогам благодарности президента Татарстана. В этот же день на торжестве в государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашев отстоялось мероприятие, посвященное Дню Учителя. Мы выбрали самую сложную профессию. Каждый из нас, он опирается на своего учителя. По жизни учителя Милиазии, как он тебе поведет, какой учитель тебе достанет, от этого будет зависеть твоя судьба. После выступления Рустам Мениханов вручил государственные награды Татарстана, в частности профессору Института математики и механики имени Лобачевского КФУ Ринату Якушеву, который стал заслуженным работником высшей школы в республике Татарстан. В ходе праздничного концерта были отмечены лучшие представители педагогического сообщества по нескольким номинациям. День Учителя означает вообще главный праздник в году, наверное, даже более важный, чем Новый год и День рождения. Его отмечают всегда и в компании друзей. Обязательно я приглашаю гостей в воскресенье. И все мои друзья и все мои родственники знают, что для меня это очень важный день в году. Лицей имени Лобачевского КФУ выиграл грант в Министерство образования и науки Республики Татарстан в размере 2 миллионов рублей для образовательных организаций, работающих с одаренными детьми. Диана Шилова, Леонард Олетьяров, Универ-Ньюс. Ровно на 100 лет назад перенеслась улица Кремлевская 7 ноября. Там и ретроавтомобили, и повозка с лошадью, и заколоченные окна с различными листовками. А загримированные актеры в костюмах той эпохи. Перед главным зданием Казанского федерального университета развернули съемки фильма «Зулейха открывает глаза». Испуганные жители и повсюду раненые. Это гражданская война 1918 года. Улицу Казани, Кремлевская 7 октября было просто не узнать. Вместо асфальта, грязь и лужи дорожные знаки сняты, а современные таблички заставлены деревянными досками. Перед главным зданием Казанского федерального университета прошли съемки восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза». Это одноименный роман уроженки Казани, выпускницы Казанского университета Гузель Яхиной. Фильм снимает кинокомпания «Русская» для телеканала «Россия-1». В сентябре уже прошли съемки в Лаишевском районе Татарстана. А сейчас действия разворачиваются в Казани. На площадке полная тишина. Для всех актеров звучит команда «Камера-мотор начали». По сюжету жители прогуливаются по улице и слышат громкие выстрелы. Начинается паника, кого-то убивают на месте, некоторые успевают убежать. Главную роль в этой сцене исполнил народный артист России Сергей Маковецкий. Его герой профессор Лейбе, выходя из здания университета, видит свою пациентку после операции. На его глазах убивают несколько человек, в том числе и эту пациентку. Участниками съемочного процесса стали не только звезды кинематографа, но и обычные жители. Так, например, студент Казанского федерального университета оказался на съемочной площадке по счастливой случайности. Я просто шел на футбол поболеть за друга. А так футболом я не интересуюсь. И вот подходит ко мне Сергей, это наш старший, можно сказать так. Я ему дал свой телефон, он мне позвонил. И вот я здесь, по крайней мере, переодетый. А роль крестьянина, оказавшегося во время революционных событий в Казани, сыграл доцент Института международных отношений Казанского университета. Растерянный крестьянин происходящими событиями. То есть слов нет, одни действия. Конечно, я скажу своим ученикам, своим детям, я скажу, что вот такой эпизод в моей жизни был. А может это, как говорится, дальше разовьется, может я стал великим актером. В съемочном процессе задействовали команду реконструкторов из клуба «Витязь». Они сыграли 14 красноармейцев. Простой красноармеец от земли, от сахи, взятый в 1914 году в Курской губернии от жены от детей, прошедший все тяготы Первой мировой войны. Мы атакуем, мы строимся, несем революционные идеи в массы. В съемочном процессе задействовали специально подготовленную лошадь по кличке Рубин, привезенную из Москвы. Для большего антуража был установлен ретроавтомобиль, различные баррикады из деревянных ящиков и металлических бочек. Все эти декорации для того, чтобы полностью погрузить зрителя в эпоху того времени. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Самый ожидаемый бой в UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором выдался жарким. Кто одержал победу и что произошло после боя в нашем сюжете. 7 октября состоялся самый ожидаемый бой осени. В рамках UFC, организации, устраивающей соревнования по смешанным единоборствам, на арене сразились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. В преддверии встречи вокруг боя уже была шумиха. Ирландский спортсмен совершил несколько выходок, таких как нападение на автобус Нурмагомедова и поливание грязью соперника на пресс-конференции перед боем. Макгрегор не единожды цеплял противника по поводу семьи и родных краев. Во время боя российский спортсмен доминировал во всех раундах. В четвертом он провел удушающий прием и его соперник сдался. Сразу после боя Хабиб Нурмагомедов перепрыгнул сетку и напал на команду Конора Макгрегора. Это спровоцировало массовую драку в зале. За эту выходку российскому бойцу грозит наказание. Это может быть штраф, дисквалификация соревнований, лишение американской визы или чемпионского пояса. Нужно было сдержаться, по-моему, нужно было сдержаться. Не надо опускаться до уровня своего врага. У него совсем другое воспитание, совсем другая культура, поэтому так на это реагировал. Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции после боя, затрагивая свое действие, пояснил, что хочет изменить окружающую обстановку боев и ограничить тематику высказываний. После столкновений в арене последовали задержания участников драки полиции. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюс. На этом у меня все. Смотри на социальных сетях. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok